Доброе утро, друзья! Двигаемся в сторону Минвод, Кисловодска и Сентуков. Замер протектора в Буденновске делать не стал. Посмотрел износ в пределах погрешности. Погода не очень радует. Надеюсь, будет завтра безоблачно, чтобы действительно увидели красоту. А пока двигаемся на Минвод и немножко накрапывает дождик. И, кстати, всем советую пользоваться антидождем. Капельки просто растекаются. Для меня это теперь будет обязательная тема в автомобиле. А сейчас двигаемся на воды. Будем лечить здоровье. И попробовать понять, что значит фраза «человек, измученный нарзан». Сентуки. Я здесь был. Сейчас пойдем попробуем местную воду. Я надеюсь, эта вода будет не просто из водопровода с добавлением соды, как в фильме «Некст». Там как раз у чувака, который мутил тему с этой минералкой, была кличка «Сентуки». Вот, и все происходит здесь. Здесь люди пьют, общаются. Пойду тоже попью воду. С советских времен здесь ничего не поменялось. Все то же самое. Единственное, краны, наверное, другие. Нет, краны тоже те же самые. Друзья, это легендарный провал, на который продавали билеты кисоворобьянинов со Стапом Бендером. Вот. Ну, я, конечно же, шучу. Это, на самом деле, было в Пятигорске. Мы туда тоже доедем обязательно. Помаши людям ручкой. Друзья, мы находимся в Минводах. Согласно справочнику достопримечательностей, ЖД-вокзал здесь стоит на первом месте. Я мог бы показать вам кучу храмов, которые здесь указаны в списке достопримечательностей, но учитывая, что в них нет ни одной синагоги, кирхи или мечети, я решил этого не делать. Пожалуйста, в комментарии напишите, что же здесь все-таки можно посмотреть в Минводах. А я выдвигаюсь в кисловод. Вот мы и приехали. Ехали, ехали. А, нет, еще дальше можно ехать. Нифига себе. В общем, мы по галерейкам едем, едем, едем. Вот. И когда-нибудь приедем. Уже через подземные переходы мы проезжали. Ага, вот мы и попались. Ехать тут надо до упора, до упора, до упора, до упора, до упора. Пока не упрятись в шлагбаум. Вот. Потом там где-то находим, где поставить машину. И дальше идем пешком. Короче, на большой машине там делать нечего. Вот. Не смог я туда всунуться, не смог там поставить машину. А идти туда пешком просто умрешь. Вот. Поэтому я остался без... Поэтому я остался без нарзанов. Да и, блин, фиг с ним. Вот. И никому на машине не советую сюда ехать. Береть навигатор в руки и пешком за нарзаном. Вот. А я поехал в Пятигорск. Как-то так. Друзья, мы в Пятигорске. У меня хриплый голос. У меня температура. Я сильно болею на самом деле. Мы находимся около легендарного Пятигорского парка Цветника. На этой же территории Кисоворобьянина с Остапом Ибрагимовичем продавали билеты в легендарный провал. Отсюда же стартуют экскурсии, как и в те времена. Ничего не меняется. Меняется только техника и маркетинг. Это тот самый Кисоворобьянин, отец русской демократии. Который здесь до сих пор стоит со шляпой. И все, кто здесь проходит и с ним фотографируется, старают потереть его нос и на счастье оставить монетку. Но эти монетки предприимчивые люди местные быстренько подбирают, собирают. Но это не значит, что вы не вернетесь, и это не принесет вам удачи. В парке очень много творческих людей. И я не мог здесь остановиться, потому что именно эта песенка является хитом на теплоходах, которые мы достаточно часто снимаем с девичником. Если бы, да, мы сейчас это увидели, те, которые мы снимаем здесь, бы сейчас было... Скультура в данном фонтане ничуть не уступает скульптурным композициям Петродворца. Кстати, данный парк является ровесником этого города. Он здесь со дня основания. За спиной у меня легендарная Лермонтовская галерея. Но в данный момент она занята выставкой продажи индийских товаров и всякого такого. Там на горе находится тот самый знаменитый провал, на который я подниматься не буду, потому что у меня тупо не хватит здоровья. Это вы сможете сделать сами, если приедете в город Пятигорск. А я еду отдыхать в гостиницу, поправлять здоровье и выдвигаюсь у Нальчика. Я в Нальчике живем вот в таком вот апарт-отеле, но это внешняя сторона, это здание, где он находится. Дворик с огромным грецким орехом и огромным каштаном. В Нальчике выбрал я именно этот парк. Это ореховый парк, который является по факту уникальным по сравнению с любым парком в России. Этот парк насажден огромным количеством ореховых деревьев, где дети гуляют с родителями, родители сшибают им эти орехи палками, дети подбирают, то есть это такая национальная местная забава. Именно здесь была установлена колонна в честь присвоения города Нальчику звания города боевой славы. Кроме огромной детской площадки, здесь очень много дорожек, которые очень хорошо оборудованы и по которым просто приятно гулять в тишине. Чтобы вам было понятнее, ореховые деревья здесь примерно вот такие вот. Базовой достопримечательностью этого парка является монумент, установленный в честь погибшим воинам-комсомольцам. Это монументальное изваяние из стали заставляет задуматься о многом. Обратная сторона исполнена мозаикой в национальном колорите. И здесь же располагается памятник воинам-афганцам. Завтра нам предстоял Эльбрус, но, к сожалению, погода нас подвела. И по прогнозу там будут тучи, и особо ничего мы там не увидим. Поэтому мы выдвигаемся в сторону Армавира. И следующий наш репортаж будет оттуда. А на Эльбрус мы вернемся на обратном пути. Нальчик, 5 утра. Колонка Роснефти почему-то не принимает Яндекс.Карты. Тут что-то разбомбленные какие-то эти колонки. Вот. Дальше есть заправка, но не Роснефть, но работает по бесконтактной оплате. Поедем туда, посмотрим, что там. Предыдущей заправке заправиться не удалось. Никто не открыл там, где разбомбленные колонки. На других заправках не Роснефтьевых. Цены почти под 70 рублей. Сейчас здесь опять заправка Роснефти. Тоже колонки убиты. Пришлось перестать. Вот. Яндекс.Заправки нет. Только карточкой. Через кассу. Вот. Но пришлось перестать, потому что пистолет не работает. Короче, ну, началась тема. Все по-кавказски, все по-братски. И половина не работает. А хочу работаю, хочу не работаю. Как так? Залил на всякий случай полный бак. Дальше у нас Черкеска. Точнее, водохранилище Кубанское. Там мы будем завтракать. Вот. И встречать рассвет. Этот городок называется Иноземцево. И, видимо, здесь живут очень-очень позитивные люди. Только такие позитивные люди могли повесить табличку на своем городе. Город солнца. Который встречает нас вот таким тяжелым небом. Там дальше гора спрятана за тучками. Тихонько начинает накрапывать дождик. Но мы не отчаиваемся. Мы сюда вернемся, когда здесь вновь будет хорошая погода. А мы повернули на Железноводск. И именно там будем делать замер высоты протектора по прошествию тысяч километров. Снимать видео на тему замера на 500 километров мы не стали. Потому что замер показал что-то на уровне погрешности. Итак, друзья. Мы исколесили Калмыкию, Кабардино-Балкарию. На доме 3Б, который мы с вами отметили, ровно тысячи километров. Торжественный момент. Торжественный момент. 10 миллиметров, как и было. После тысячи пробега по камням, пескам, калмыкским степям, по очень хорошему асфальту Кабардино-Балкарии, высота протектора так и осталась 10 миллиметров. Едем дальше. И следующий замер на следующие тысячи. По дороге на Черкесск очень интересная разметка. Если кто-то будет ехать здесь ночью, точно впилится в блоки. Потому что блоки появляются внезапно. А ты как ехал по своей полосе, так и едешь. Только она становится все уже, уже, уже. И ты прилетаешь в этот блок. Такие дела. Карачаево-Черкесия нас встречает тремя градусами температуры. Вот таким вот проливным дождем. Реально как стена. И что хочу сказать. Вот этот антидождь, блин, я его буду применять вообще везде, всегда. Тема просто убийственная. Я, возможно, для кого-то это покажется смешным, но я никогда им не пользовался. И просто вот в шоке от эффекта от него. А сухие зеркала меня просто радуют. И боковые стекла в том числе. Мы делим дальше сейчас буквально через 16-20 минут. По карте будет остановочка. Будем жарить яичницу, завтракать и наслаждаться дождиком из машины. Потому что на улице капец как холодно. Жаркий юг встречает нас с температурой 3 градуса тепла. Друзья, это не дождь, это снег идет. Это просто снег. Обалдеть. Мы находимся на Кубанском водохранилище. Валит снег. По грязи резина себя показала достаточно хорошо. Но, конечно же, засаливается, но и быстро очищается на самом деле. Ничего не видно. Погода плюс 2. Таня готовит еду в нашей полевой кухне. Вот именно для этих задач все это и делалось. Потому что в такой погоде, в таком месте обустраивать лагерь сейчас просто нереально. Сейчас мы постоим. Снег повалит еще подольше. Земелька подмокнет еще сильнее. И поедем по лесополосе. И я вам расскажу о своих ощущениях на этой резине. Мы ползем с озера. Решили выползть, пока совсем не завалила, пока совсем не засыпала. Но, должен сказать, эта резина прям борется за жизнь. Ее не волтузит по дороге, не мотает. Она гребет уверенно. Так что я ей очень доволен. А тут продолжается снежок. У нас вот такая вот кухня с собой. Таня голодная. Не даю ей поесть. Но надо отсюда выбраться, пока все не раскисло окончательно. Либо нас не засыпало снегом. Вот такие дела, друзья. Плюс 2. Валит снег. Мы едем на юг. Все нормально. Это для нас прям вот норма. А вы подписывайтесь на канал. Следите за новостями. Куда нас еще занесет и в какую погоду-непогоду. В нашем южном дорожном путешествии. Я почти доехал до Армавира. Цена здесь соляры 60-75. Ночевать останавливаться буду в Майкопе. Где-то буду через 2 часа там. И находиться буду в Майкопе до завтрашних 4 часов утра. Ходим по Армавиру. Не можем найти памятник матерям. Вот хочу снять о нем материал. Небольшой. Познакомить зрителей с ним. И никто из армавирцев не знает, где он находится. Походим мы буквально в радиусе на 5-20 метров. И даже местные жители, которые живут в этом море, тоже о нем ничего не знают. Вот тем ценнее он, чтобы вам его показать. Значимым местом в городе Армавир, я считаю, эту площадь, где расположен мемориал, посвященный сразу трем группам воинов. Борцам с контрреволюцией, памятник морякам-кубанцам, под которым хранится земля, взятая с мест гибели героев-моряков. И здесь же хранится грунт городов-героев Советского Союза. Из стелла в память воинов-интернационалистов. Это место в Армавире является местом воинской памяти и славы. И менее драматичной, но не менее мощной по эмоциональной окраске это памятник матерям в форме капли слезы, в которой изображена мать с ребенком на руках. Она окружена символами четырех религиозных конфессий. В нижней части сделаны надписи слова «мама» на разных языках мира. А на обратной стороне каждого из символа религии расположены стихи поэтов разных вероисповеданий. По моему личному мнению, больше в Армавире смотреть не на что. Если вы с этим не согласны, обязательно пишите в комментарии к этому видео. Желательно с координатами, что еще можно посетить в городе Армавир. А я выдвигаюсь в Хадыжинск, Майкоп и далее к Черноморскому побережью. Слушай, а у нас есть интуки стоит по карте. У нас на большую камеру там ничего не записано. Ай? Сише. Сише. Пока. Продолжение следует...